новости робототехники номер 45 декабрь 2023 привет каждый месяц я читаю десятки новостей робототехники выбираю самые интересные подписывайтесь чтобы следить за развитием технологий в сегодняшней подборке открытие первого завода по производству гуманоидных роботов стартовали продажи 5-метрового робота трансформера появился робот для кормления и игр с домашними животными открытие первого завода по производству гуманоидных роботов компания agility robotics объявила о строительстве завода робофаб для производства роботов digit первый завод будет открыт 2024 году его площадь составит шесть с половиной тысяч квадратных метров а штат сотрудников 500 причем часть сотрудников представлены этими же роботами роботы digit способны перемещаться и сортировать груза также подниматься по лестнице завод сможет производить до 10000 единиц в год первые заводские роботы digit будут поставлены в 2024 году таким образом компания agility robotics станет первой в мире которая начнет серийное производство гуманоидных роботов до сих пор эти модели производились поштучно на заказ стартовали продажи 5-метрового робота трансформера японский стартап представил 5-метрового робота трансформера вдохновленного аниме франшизой гундам робот может передвигаться со скоростью 10 километров в час и переключаться между режимами робота и транспортного средства для управления роботом требуется пилот который сидит в небольшом отсеке окруженным несколькими экранами на них содержится важная информация включая данные о скорости угле наклона корпуса времени автономной работы а также изображения которые транслируются с девяти встроенных в корпус трансформера камер и дает практически круговой обзор при переключении в режим транспортного средства передние и задние колеса сдвигаются вперед и назад соответственно а кресло пилота отклоняется на 17 градусов для сохранения вертикального положения цена робота составит 3 миллиона долларов появился робот для кормления и игр с домашними животными китайская компания выпустила домашнего робота хиба который поможет владельцам домашних животных в уходе за питомцами робот хиба представляет собой небольшого бота с камерой лазерной указки он может использоваться для наблюдения за питомцем игры с ним и раздачи лакомств для управления роботом используется мобильное приложение джиэл пэтс с его помощью пользователь может наблюдать за питомца в режиме реального времени играть с питомцем с помощью лазерной указки раздавать лакомства спрятанные внутри бота отслеживать поведение питомца в отсутствии хозяев хиба уже доступен в продаже по цене 190 долларов сша робот не использует искусственный интеллект а полагается на личное участие пользователя это делает его более недорогим и простым в использовании роботизированный шагающий мопед от suzuki японская компания suzuki создала многофункциональное транспортное средство мог бы она способна заменить мопеды инвалидной коляски больничные каталки погрузчики и многие другие приспособления мог бы это четыре небольших электрических колеса каждый из которых прикреплено к роботизированной ноге с тремя степенями свободы подвешенной на раме в виде двойного бумеранга на вершине этого шасси можно разместить что угодно от мотоциклетного сидения до инвалидной коляски носилок роботизированной руки или корзины для переноски груза максимальная скорость роботизированного мопеда составит 32 километра в час а запас хода 80 километров на данный момент suzuki не объявила о цене однако учитывая что это многофункциональное транспортное средство с передовыми технологиями некоторые эксперты предполагают что цена составит от 10000 до 20000 долларов сша что касается начала продаж то suzuki заявила что планирует начать поставки мог бы 2024 году но в зависимости от того как будет развиваться производство и тестирование транспортного средства дата продаж может быть отложен вот некоторые потенциальные области применения мог бы перевозка людей с ограниченными возможностями доставка грузов очистка улиц помощь в чрезвычайных ситуациях корейских школах появятся роботы учителя управление образования сеула планирует внедрить в столичные школы роботов преподавателя английского языка роботы будут вести индивидуальные беседы с учениками корректируя их произношение и помогаем в изучении языка роботы могут уделять каждому ученику столько времени сколько нужно что позволяет им лучше понять его потребности и помочь ему быстрее освоить язык на первых порах роботы преподаватели появятся только в пяти сеульских школах если результаты пилотной программы окажутся эффективными распространение роботов преподавателя английского языка будет расширено помимо учителей столичный департамент образования будет продвигать использование голосовых чат-ботов для обучения разговорной речи на иностранном языке с их помощью ученики смогут свободно общаться на выбранные темы это были основные новости роботехники за декабрь 2023 самое важное роботах новости обзоры размещены на сайте anthony.org посмотрите все выпуски чтобы узнать о главных событиях робототехники последних трех лет